В Совете Федерации одобрен закон о праве собственников квартир, признанных непригодными для проживания и ремонта, получать новое жилье по договорам соцнайма вне очереди. До этого таким правом пользовались граждане, которые проживают в аварийной квартире на основании договора социального найма. Новые нормы устанавливают, что новое жилье по соцнайму предоставляется как нанимателям, так и собственникам единственного жилья, непригодного к проживанию. В 2024 году в России планируется установить свыше 1000 быстрых и около 3500 медленных зарядных станций для электромобилей. Размещены они будут в основном на автозаправочных станциях и вдоль автомобильных дорог. В течение ближайших двух лет в шести региональных метрополитенах будут введены биометрические турникеты. Помимо удобства, граждане получают и финансовую выгоду. Стоимость проезда метро по биометрии планируют сделать дешевле, чем при оплате банковской картой. Важно отметить, что пассажиры сохраняют право выбора типа платежного средства. Запретить вырубку лесных участков на территории городов до постановки их на кадастровый учет предложила группа российских парламентариев. По действующему законодательству государство может защитить зеленые насаждения от вырубки только после официальной записи об их границах в Едином государственном реестре недвижимости. До внесения сведений о границах таких земель в лесах могут ввести самовольную застройку, вырубать их или устраивать там стихийные городские свалки. Действие водительских удостоверений, которые истекают в 2024 и 2025 году, продлено на три года. Соответствующая поправка вступила в силу с 28 декабря 2023 года.